Площадь, которая сейчас известна Рязанцам как Площадь Ленина, издревле была главным торговым местом города. На протяжении веков она именовалась Хлебной. Здесь велась бойкая торговля различными товарами. Городские торговые ряды, на площади от которых сейчас остались лишь два корпуса, появились в конце 18 века в 1794 году. Сейчас здание, что на улице Кольцова, продолжают сохранять купеческие традиции. Оно заполнено арендаторами, а вот такое же здание городских торговых рядов, которые находятся на Краснорядской улице, находятся в весьма запущенном виде. Многочисленные надписи на фасаде, окурки и брошенные бутылки. Именно такова картина памятника архитектуры федерального значения. Больше оно похоже на место сборищ молодежных компаний, а порой так и вовсе о социальных элементах. До недавнего времени корпус торговых рядов находился в федеральной собственности, но стало известно, что областное правительство сумело договориться с Росимуществом о передаче этого объекта в собственность региона. И вскоре оно будет выставлено на торги, но с обязательным условием сохранения фасада памятника старины. Данный объект включен в план приватизации на текущий год и будет проведен открытый конкурс, где, надеемся, будет определен победитель, который будет должен выполнить ряд обязательных мероприятий для того, чтобы сохранить данный объект в том виде, в котором нам бы хотелось всем его видеть. И самое важное, что хочу отметить, что на сегодняшний день федеральное законодательство обязывает нас серьезно относиться к охранным обязательствам. И итогом, конечно, здесь будет детальное оформление данного документа между будущим собственником и Министерством культуры. По планам чиновников обл. правительства, в корпусе на Краснорядской должен разместиться информационный туристический центр, который будет координировать группы приехавших в Рязань путешественников и туристов. Помимо этого, планируется выделить около 100 квадратных метров площадей для выставки товаров народных промыслов. Это, подчеркну, центральная часть города и удобно, конечно, и туристические потоки направлять. Поэтому для нас будет, наверное, приятным дополнением к торговле то, что и сфера общественного питания будет представлена. И самое главное, что мы сможем демонстрировать наши народные промыслы на этой площадке. А у нас, мы с вами знаем, есть что показать, как бы, да, и Кадамский Венис, и Кружево Михайловский, и Скопинская керамика, и так далее, и так далее. Поэтому вот такие задачи перед нами стоят. Впрочем, ждать полного обновления здания торгового ряда на Краснорядской улице, возможно, придется пару лет. Ведь необходимо потратить время на поиск заинтересованного инвестора, который должен будет провести полную замену коммуникаций и выполнить ремонт внутренних помещений памятника старины.